добрый день дорогие радиослушатели и все те кто смотрит нас на youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее постоянные ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а сейчас с нами вышел на связь а лев маркович шлотберг а политик правозащитник журналист общественный общественный деятель и член федерального политического комитета партии яблоко все правильно да да все правильно окей а чтобы не терять время лев маркович умом россию не понять аршином общем не измерить у нее особенно стать в россию можно только верить великие слова федора тючева да я а готовить к нашей передаче посмотрел они были написаны в 1866 году то есть больше 150 лет назад как вы думаете почему они актуальны до сих пор эти слова я не думаю что эти слова до сих пор актуальны чуть великий поэт он создал свой образ я не я не считаю что россию 21 веке невозможно понять умом ты собственно говоря в 19 веке ее можно было понять умом тючев человек определенного поэтического склада он написал слова которые часто любят использовать в политическом контексте это нормально вот но я думаю что тючев писал вообще не о политике насколько я знаю историю русской культуры и русской поэзии это сугубо духовное стихотворение она к политической жизни не имеет вообще никакого отношения а можно ли понять российское общество как вы думаете да можно понять любое общество а как как бы вы сегодня описали можно понять лев парка как бы вы описали сегодня российское общество российское общество сегодня это общество во многом уставших людей потому что люди уже 30 лет проходят испытания после различных потрясений жизни никак не нормализуется люди в большинстве своем это понимают понимают достаточно глубоко достаточно лично для себя плюс кроме того это люди которые получили очень серьезные часто жестокие трагические опыт самостоятельной жизни при этом в полной мере это самостоятельно жизни не сложилось потому что государство продолжает доминировать во всех сферах человеческой жизни общественной жизни российское общество остается очень разнородным очень разделенным у нас крайне серьезные очень жесткие контрасты между наиболее обеспеченными людьми которых очень немного вдоль и от общего числа жителей и очень много бедных людей по различным по счетам скажем так объективным методикам более 35 миллионов людей в россии с 145 миллионов жителей это люди живущие ниже уровня бедности по официальной статистике их меньше но фактически их больше поскольку официальная статистика скажем так мягко лукавит поэтому мы страна не состоявшийся постсоветской трансформации по советские реформы завершились неудачей к сожалению построить демократическое государство и демократическое общество не удалось поэтому сейчас страна находится на очень тяжелой исторической паузе эта пауза означает завершение постсоветской истории россии которая закончилась аннексией крыма и переходом путина к откровенному пожизненному правлению потому что вся постсоветская история была предназначена для перехода от советского состояния к не советскому состоянию а сейчас страна возвращается в некое новое советское состояние которое по всем признакам напоминает застой но застой уже в другом обществе сейчас очень сложно предположить когда общество накопит энергию достаточную для того чтобы перейти к осознанию массовому осознанию необходимости перемен стране не нужно испытывать иллюзии то что сейчас происходит в россии это надолго это может быть очень надолго потому что окна исторических возможностей возникают нечасто то есть предположить что каждые 30-40 лет государство получает шанс на свободу общество точнее получает шанс на свободу и может построить демократическое государство это не так эти окна могут быть намного реже но просто история непредсказуема и никогда нельзя сказать что ничего невозможно вот знаменитая пословица никогда не говори никогда она на самом деле для понимания исторического процесса очень важно в этом смысле нужно спокойно относиться к происходящему просто спокойно потому что такая сейчас историческая эпоха ее невозможно значительно ускорить фактически идет вот некий процесс с одной стороны осознание обществом того положения в котором все оказались с другой стороны люди решают для себя как они хотят провести это время вот просто они хотят это время пережить прожить чтобы остаться живыми просто остаться живыми а или они хотят что-то изменить сами сейчас сказать что в стране преобладает значительно преобладает число людей которые придерживаются активной позиции позиции действий невозможно но та часть общества которое придерживается позиции действий она относительно заметно то есть найти этих людей обнаружить их не сложно в том числе и государству чем государство успешно занимается отлавливает всех нас нет потому что следит а потому что ищет возможности сузить или даже полностью ликвидировать пространство для политической деятельности а путин не изменится он будет делать именно то что он делает сейчас то есть он будет всемирно сокращать и ликвидировать свободы и создавать такое общественное государственное устройство которое позволяет ему лично но строго говоря не ему лично не только ему править страной настолько долго насколько это получится желательно пожизненно поэтому нужно быть реалистами и требовать невозможного вот все 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 что можно делать в этой ситуации в россии скажите лев паркович на фоне протестов хабаровске вот мы не видим чтобы как-то очень уж сильно присоединилась остальная россия как вы считаете псковитяне то что вам близко отличаются от хабаровчан и в принципиальном смысле от москвичей это разная россия или какие-то здесь нюансы просто существует но я все-таки вас немножко поправлю не псковитяне а псковичи окей хотя я понимаю откуда псковитяне потому что псковский говор это c отапольский зверстоцкий в бацок один скотек это старый псковский го поэтому псковитяне это вот такое скорее 19 веку обращение к началу 20 века сейчас говорят псковичи дело не в этом вообще говорить о значительных различиях в региональной россии нужно очень осторожно субъектность российских регионов крайне сокращена политически и культурно если уж возвращаться к каким-то историческим корням то конечно уж мы не можем не вспомнить ковскую боярскую вещевую республику которая почти 200 лет было для своего времени относительно самостоятельным государством находилась договорных отношениях с москвой отложилась как раньше писали отложилась от новгорода по знаменитому болотовскому мирному договору 1330 года и в общем-то вела не просто собственную внешнюю политику а это было главным главным критерием статуса государства но при этом возник собственный вклад в культуре если говорить о российских регионах и о российском федерализме то основным ключевым признаком очагов государственности является собственная культурная школа такой собственной культурной школы сегодня в россии не обладает ни один регион это не вопрос языка русский язык или другой язык нет это вопрос живописи это вопрос архитектуры это вопрос скульптуры это вопрос музыки это вопрос были насти это вопрос мифов это все то что было активно развито в средние века и И затем, после большевистского переворота, активнейшим образом уничтожалась в стране. То есть, страна прошла тотальную унификацию. Эта унификация в том числе, в первую очередь, коснулась сферы культуры. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, чем москвичи отличаются от московичей и от хабаровчан, это очень условный вопрос. И никакие ключевые культурные признаки здесь не будут обнаружены. Москва – это просто глобальный город. Единственный в России глобальный город. У Москвы нет корней. Москва – это столица. Москва – это центр финансов. Москва – это центр власти. Это центр силы в том виде, как существует государство. Именно в государственном понимании. В отношении Москвы говорить о московской культуре очень сложно. Это при том, что Москва – это, безусловно, центр культуры. И центр именно русской культуры. Но если говорить о российских регионах, то при отсутствии реального федерализма Россия, безусловно, не является федерацией. Россия сегодня – это унитарное государство, которое по инерции Конституции 1993 года названо федерацией, но уже ею не является. И Путин не строит федерацию. Он построил унитарное государство. И именно это унитарное государство отражено во многом, не полностью, но во многом в путинской Конституции. Все-таки важно, чтобы затронули тему Хабаровска. В Хабаровске произошла детонация протеста. Удаление фургала, которое московские власти, федеральные власти, будет более точно сказать, считали абсолютно техническим событием, просто отомстили человеку за плохое голосование по Конституции. Из-за несогласия по другим внутриполитическим вопросам. Взорвало общество, потому что действительно в 2018 году фургала избрали. Избрали абсолютно честно, с подавляющим перевесом, на выборах, где его просто вынесла волна. То есть общество, общество в Хабаровске воспринимало избрание фургала и совершенно справедливо воспринимало, как свое достижение, качественное достижение, именно достижение волеизъявления. Вот в том смысле, как это слово закладывается изначально. Волеизъявление, как свободное политическое решение людей. И в такой ситуации это было их достояние, что федеральные власти категорически не понимали, и Путин этого не понимает и никогда не поймет. Просто у него другая картина мира. И люди действительно возмутились тем, что произошло, потому что у них отняли свое. Это их губернатор, это не губернатор Путина. И на это наложилось все. Безобразная федеративная политика, удаленность Дальнего Востока вообще от понимания федеральных властей, что это за регион, какие потребности. Очень существенное отчисление из регионального бюджета в федеральный бюджет. И потом возвращение очень неполное через дотации, субсидии, субвенции этих же денег, денег хабаровских налогоплательщиков обратно в Хабаровск. Оскорбление в виде переноса столицы Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа из Хабаровского в Владивосток. Это была тоже месть избирателям в связи с избранием Фургала, а не Шпорта. Вот эти все детали, в том числе сама по себе варварская политика федерального центра. Уничтожение лесов, просто поголовное абсолютно. Путин только что подписал закон, разрешающий сплошную вырубку тайги около Байкала для строительства инфраструктурных сооружений, трасс и газопроводов. Притом под эти вырубки подпадает огромное количество лесов, которые на самом деле можно было и не вырубать. Там колоссальное лобби, колоссальное лесопильное лобби. Китай участвует в этом уничтожении природы. То есть, понимаете, огромное количество факторов сошлось в одной точке. То есть, это был уже котел с керосином, в который нужно было просто бросить спичку. И эти совершенно неумные люди эту спичку бросили. Этим оказался арест Фургала. И вот здесь произошла очень быстрая сборка хабаровского общества. Именно вокруг их всех. Вот их самость заключалась именно в их самостоятельном политическом решении. Они почувствовали себя государствообразующим народом. Именно в отношении хабаровского края. Не в отношении всей страны, а в отношении их самих. И поэтому этот протест не разливается по другим регионам. Рядом губернаторы Путина, избранные по указанию Путина. Если этих 80 губернаторов завтра арестуют всех в один день, ни в одном регионе не будет никаких акций протеста. Это посадники в чистом виде. Посадники, наместники. Их прислали из Москвы. Получается, в любом случае из Москвы. Где бы они раньше не работали, это посланцы Москвы. Это носители чужой воли. Их, если всех арестовать, скорее даже будут митинги такие небольшие. Но будут с приветствием этого ареста. Но в большинстве регионов будет мертвая тишина. Это чужие люди. Если их уберут, ну этого убрали, другого дадут. А в Хабаровске получилась другая история. Совершенно. Невозможно говорить сейчас, насколько страна видит и понимает происходящее в Хабаровске в полной мере. Судя по социальным сетям, смотрит внимательно. То есть, люди смотрят и ждут, что будет дальше. Обращают внимание на то, что полиция в Хабаровске никаких действий насильственных не предпринимает. Марши людей охраняет. Обращают внимание люди, конечно, те, кто смотрит телевизор, на безобразные сюжеты на государственном и прогосударственном телевидении. То есть, на очередную ложь. Я думаю, что события в Хабаровске, они подложатся в общую канву изменения ситуации в стране. Но предположить, что Хабаровск сейчас будет таким рычагом, который позволит изменить всю страну, нет. Предположить невозможно. Это не получится. Этого не будет. Просто потому, что этого рычага недостаточно. То есть, это не тот рычаг, с помощью которого Архимед может заставить землю вращаться в другую сторону. Но у людей общество в целом, события в Хабаровске, позиция Хабаровского общества вызывает колоссальное уважение. Вот настоящее уважение. Надо же, смогли. Получается. Держится. Хотя многие считают, что это безнадежно. Что рано или поздно люди устанут. Власти же делают ставку на то, что люди устанут. Они пока что не устали. Но совершенно очевидно, что какой-то прикладной конкретной цели, ближайшей, сейчас не то чтобы нет. Она не выглядит реалистично. И вот они требуют суда над Фургалом в Хабаровске. Я думаю, что такого не состоится. Федеральные власти на это не пойдут. Они требуют открытого процесса в суде. Нет пока никаких признаков открытого процесса. Непонятно, что будет с этим абсолютно карикатурным новым исполняющим обязанности губернатором Михаилом Дегтяревым. Который просто является и позором, и посмешищем одновременно. Что будет с выборами губернатора? Они вот так и оставят этого клоуна избираться на должность губернатора Хабаровского края? Или поймут, что это совсем рискованно? И внезапно вдруг Единая Россия решит выдвинуть какого-то более солидного человека? Или может быть Жириновскому предложит? Ладно, Владимир Вольфович, оставляем регион за вами, раз так случилось. Но давайте кого-то на замену Дегтяреву. Потому что, ну, совсем человек неадекватный, не соответствующий должности. А судя по тому, что о нем становится известным, ну, человек просто зарабатывающий на спойлерском участии в выборах, начиная с мэра Москвы. Это же очень позорная профессия в политике. Это очень позорно. Если человек зарабатывает на спойлерстве, он не политик, он просто, извините, каштаны подносит. Поэтому нужно понимать, понимать, что Хабаровский протест – это локальный региональный протест, но который показал слабость системы. Вообще, очень много вещей в Хабаровске, очень много событий показали, насколько все политическое пространство в России искажено. И искажено чрезвычайно сильно. Посмотрите, при Фургале год назад прошли выборы депутатов в законодательном собрании. Сколько получила «Единая Россия»? 13%. Сколько у нее депутатов в законодательном собрании Хабаровского края? Извините, две штуки. Все. Убрали административный ресурс, и нет такой партии. Ее просто нет. Она держится на какой-то тени от тени Путина. И все. Просто все. Это показывает, насколько весь этот колосс власти, выстроенный Путиным, насколько он слаб в действительности. Насколько он изнутри и противоречив, и в нем отсутствует стержень. Это в чистом виде колосс на глиняных ногах. В этом смысле возможны любые события. Просто любые, от любых случайных детонаторов, как это произошло в Хабаровске. Лев Маркович, если, допустим, обращаться к истории 20 века, да, то в тоталитарных государствах народ в едином порыве всегда кричал одобрям. Проходило время, и этот же народ в таком же едином порыве кричал «Гитлер капут». Я условно беру. Как должен ли народ нести такую же ответственность, как и его руководители? Я имею в виду, даже, может быть, не физическую ответственность, или уголовную ответственность, но моральную ответственность. На ваш взгляд. Знаете, очень важно не упрощать историю. Что означает «весь народ кричал, там слава Сталину». Нет, не весь народ кричал. Ну, просто не весь народ кричал. Мы же знаем историю страны. Никогда не было полного единомыслия. И не было никакого, в том числе и в Германии. Был фашизм, но был антифашизм. Было антифашистское подполье. Были люди, которые отказывались идти в армию Гитлера, воевать, в том числе, в Россию. В Советском Союзе не было всеобщего одобрямса. Это миф, который создан в каком-то смысле для самооправдания тех людей, у кого не было сил выступить против. В советское время была альтернативная культура. И люди находились, кстати говоря, возвращаясь к культуре, наибольшие жертвы в советское время понесла действительно интеллигенция. Но интеллигенция в широком смысле. Не только интеллигенция, как представители творческой интеллигенции, но техническая интеллигенция, военная интеллигенция. Вспомним сталинские репрессии против высшего командного состава вооруженных сил. Вот мы сейчас находимся, я нахожусь в городе Пскове. Здесь был конный полк Аркасовского, стоял дом, цел до сих пор, где он жил с семьей. Ему чудом повезло, его тоже должны были расстрелять. Но ему выпало счастье остаться живым. И таких людей были тысячи и тысячи. То есть говорить о том, что народ настолько бездумен и не способен к осознанию происходящего, что весь народ кричит сначала «да здравствуй», а потом кричит «распни», это не так. Это объективно не так. История шла совершенно другим путем. Если говорить о моральной ответственности народа, это вопрос осознания обществом общих грехов государства. Ведь, как правило, это государственные грехи. Вспомните фильм «Тенгиза Абуладзе. Покаяние». Ведь это же был фильм совершенно знаковый с точки зрения осознания. У меня так случилось, я в это время служил в Грузии, и я смотрел «Покаяние» в Тбилиси, в кинотеатре на проспекте Руставели. Это был премьерный показ. И общество, которое собралось в этом зале, несколько сотен человек, это люди смотрели про себя. В том числе, эти последние кадры, где труп этого убийцы и маньяка выкапывают из могилы и выбрасывают, чтобы изжить вообще из всего. Это кадры, которые даже не все сразу могли понять, о чем идет речь. Поэтому нужно быть очень аккуратным с обобщениями, очень аккуратным. Есть такая вещь, как историческая ответственность народа. Кстати говоря, немцы это поняли. Они ввели это в идеологическую доктрину государства после Второй мировой войны. Но они это поняли и по отношению ко всему миру, и по отношению к себе тоже. Сейчас у них возникли сложности в связи с тем, что прошло много времени после войны, и выросло поколение, которое фактически возвращается к мыслям о реванше. Но немецкое государство сейчас устроено таким образом, что реванш не состоится. Вот эти все разговоры о необходимости покаяния, это по большому счету разговоры в космос. Вот настоящее покаяние, когда строится новое государство, и это новое государство проводит, дает государственные оценки прошедшим преступлениям. Где государственные оценки сталинизму? По большому счету последняя оценка сталинизму, первая и последняя, это 20-й съезд КПСС, доклад Нигида Сергеевича Хрущева. После него ни один руководитель не выступил с такой всеобъемлющей оценки. Хрущев тем докладом в том числе и защищал тех, кто опасался новой волны репрессий. Вообще смысл доклада Хрущева это отдельная тема, сколько задач одновременно решалось этим выступлением внутри Советского Союза, где была политическая и государственная монополия. Но вот тот шанс, который появился у России, тот шанс, который был у Михаила Сергеевича Горбачева, который реально является единственным великим политиком, который открыл свободу. Не Ельцин дал свободу, Горбачев дал свободу. А Ельцин уже воспользовался свободой Горбачева. Вот та миссия, которая была у Бориса Николаевича Ельцина, построить государство, где будут недопустимы вот эти внутренние катастрофы в стране, эта миссия не была выполнена. И сказать, что здесь виновата общество, можно сказать, что общество. Можно. Но давайте тогда вспомним, кто есть ответственный за принятие государственных решений. Лев Маркович, извините, я вынужден вас немножко остановить. У нас короткая пауза рекламная. И мы потом сразу продолжим вот с этого момента. Хорошо? Безусловно. Я надеюсь, что будет связь. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна» Чикаго. И мы продолжаем беседу с политиком, правозащитником, общественным деятелем Львом Шлотбергом. Лев Маркович? Да, доброй ночи. Я вас слышу. У нас еще день, но у вас вот ночь. И поэтому мы вам очень благодарны за то, что вы с нами соединились в это время. А, Лев Маркович, я бы хотел бы сейчас бы... Вот такой вопрос, тяжелый, кстати, для меня, но хотелось бы его прояснить, коль есть такая возможность. Я всегда симпатизировал партии «Яблоко». Я являюсь гражданином США, естественно, не могу голосовать, но мне эта партия всегда была симпатична. Ну вот вопрос. Игорь Артемьев, Елена Мизулина, Ирина Яровая. Это все люди, которые сделали себе имя и карьеру в партии «Яблоко». Они были очень прогрессивны. Сегодня они являются главными охранителями путинского режима. Можете прояснить вот этот вопрос, который меня мучает? А как так получилось, что эти люди из такой прогрессивной партии стали такими, ну, ретроградами, наверное, можно сказать? Реакционерами. Реакционерами. Вы назвали три истории, это истории разные. Есть Ирина Яровая и Елена Мизулина. И даже эти люди отличаются друг от друга. Ирина Яровая – это чистый конъюнктурщик. Она изначально входила в партию «Яблоко», воспринимая партию как трамплин для достижения карьерных целей. Я помню Яровую в партии очень хорошо, еще в 90-е годы. И вот эти ее абсолютно карьерные устремления абсолютно не скрывались. Это было видно уже тогда. Что касается Елены Мизулины, это человек, у которого произошла полная инверсия жизненной картины всего мира. Она просто увидела мир другим. Я скажу так мягко. У нее белое стало черным, а черное стало белым. Вообще, это человеческая трагедия. Если по отношению к Яровой все понятно, она абсолютный циник, абсолютный прагматик, она человек бессовестный, то ситуация с Мизулиной другая. У нее произошла инверсия ценностей и инверсия всех полюсов жизненной картины. Это, я считаю, очень трагическое событие в жизни человека. То есть, в отличие от циничной Яровой, Мизулина искрення в том, что она делает и говорит. Что касается Игоря Артемьева, он остается членом партии Яблоко. Он член федерального политического комитета партии Яблоко. Он самый долгоживущий министр, хотя он не министр, он глава государственного ведомства. Федерального антимонопольной службы. Он занял этот пост по личному приглашению Путина в 2003 году, когда партия Яблоко утратила статус парламентской партии, когда у нас этот статус по большому счету украли через вброс на выборах в Государственную Думу. И вот уже 17 лет он возглавляет антимонопольную службу, которая играет роль очень мощного, одного из крупнейших в стране, а с точки зрения государства крупнейшего, регулятора экономики. То есть, федеральная антимонопольная служба сегодня более влиятельна, чем министерство экономики, и не менее влиятельна, чем министерство финансов. По существу Артемьев один из тех людей, кто является регулятором внутренних отношений в государстве, включая гособоронзаказ. Артемьева нельзя назвать охранителем Путина. Артемьев нашел свою нишу, он создал действительно мощное государственное ведомство, но в ситуации, когда основой всей государственной системы является государственная коррупция, это просто скрепа российского режима. Деятельность федеральной антимонопольной службы фактически стреножена. То есть, те возможности, которые возложены на эту службу законодательством, они в полной мере не могут быть реализованы точно так же, как не могут быть реализованы, допустим, колоссальные полномочия счетной палаты России, которую сейчас возглавляет человек, которому на Западе всегда относились очень лояльно, господин Кудрин, который всеми подавался в медиа, западных медиа, американских медиа, как либерал-государственник, хотя оценки деятельности Кудрина, на мой взгляд, на Западе крайне искажены. Вот как раз здесь можно говорить об одном из людей, кто отлично понимал, что происходит в стране, стремился к идеологическому, политическому компромиссу с Путиным, но достичь его не смог. Назвать Артемьева человеком, который охраняет Путина, нельзя. Он один из тех людей, кому Путин доверил важнейшую государственную функцию, по сути, внутреннего аудита государства, и при этом эта функция ограничена самим Путиным. Могу сказать, что ситуация, при которой люди меняют свою жизненную стезю, кто-то, как Ирина Яровая, просто предполагал, что в 90-е годы развитие страны будет таким, что ставка на либеральную партию будет выгодной, в том числе коммерчески выгодной. Та же Ирина Яровая очень много работала со структурами Михаила Ходорковского, когда создавалась, в частности, сеть региональных центров публичной политики в начале нулевых годов, просто ориентировалась на эту работу, видя в ней не только политический, но и экономический эффект, возможные экономические перспективы. Потом она увидела, что ветер в государстве поднул в другую сторону, вот просто ветер поднул в другую сторону. Она тут же перековалась и переобулась, это произошло мгновенно. И только для тех, кто ее не знал, это произошло внезапно. Вот для меня ничего внезапного северного не произошло. Я ее знаю, я с ней общался в 90-е годы, я ничему не удивлен. На мой взгляд, нужно относиться абсолютно спокойно к тому, что когда демократическая партия, тем более либеральная партия, существует в период, по сути дела, государственного разрушения демократии, потому что все институты демократии в России сейчас разрушаются, а где-то уничтожаются самим государством, то не все люди выдерживают испытания, участие в работе такой партии. Вот просто не все. Кстати говоря, Яровая, одно из первых откликнулась на новый ветер истории. Мизулина, я уже сказал, она сломалась, можно сказать, сломалась морально. Артемьев выдерживает ту линию, которую он принял для себя в 2003 году. И в его понимании, и в понимании многих других людей, не только в понимании самого Игоря Юрьевича, это политика возможностей влияния на действия Владимира Путина. Я не могу вам дать точные оценки, насколько федеральная антимонопольная служба сегодня реально влияет на российскую политику, но могу сказать, что это единственное российское ведомство, которое может рассматривать споры монополистов между собой, и может рассматривать картельные сговоры. А картельные сговоры являются основой мафиозной экономики. Поэтому для того человека, который живет и действует в России, тем более занимается политикой в России, федеральная антимонопольная служба это один из немногих регуляторов, куда можно обращаться. Вот я не буду ходить далеко в Москву за 800 километров от Пскова, хотя вам, конечно, еще дальше идти до Москвы. Город Псков, у нас существует управление федеральной антимонопольной службы. У меня десятки, как у депутата областного собрания, десятки успешных обращений в управление федеральной антимонопольной службы по нарушениям законодательства о защите конкуренции при государственных торгах в Псковской области и принятии нормативных актов, которые нарушают правила о защите конкуренции. Вот я научился тоже пользоваться этим инструментом. И я понимаю, кстати говоря, это тоже не видно из Чикаго, и там не видно, не знаю откуда еще, из Парижа, из Лондона, из Рима не видно, но мне видно это из Пскова. Я понимаю, что руководитель федеральной антимонопольной службы в Псковской области и в других регионах России защищен Артемьевым. Ни один губернатор, если только сам руководитель УФАС не пойдет в услужение власти, тогда, конечно, беда. Но если руководитель федерального ведомства, антимонопольного ведомства в регионе держит позицию закона и реально занимается сделками, в том числе сделками напрямую коррупционными, то он прикрыт Артемьевым. Губернатор не может сожрать этого человека. Мы это видим на примере Псковской области уже длительное время. Поэтому избегайте, пожалуйста, однозначных оценок и одинаковых красок. Все устроено намного сложнее, чем это видится со стороны. Вот такой очень странный, иногда непонятный тем, кто просто в это не вовлечен, баланс сил. И в этом действительно есть баланс. Другое дело, что это пока не меняет государственную систему. Я могу добиться признанием незаконных десяти торгов. Одновременно с этим пройдет еще тысяча торгов, которые будут организованы технически грамотно, юридически безупречно. И там огромные деньги, колоссальные деньги будут распределены де-факто с помощью принятия мафиозных решений. Но установить это де юре окажется невозможным. И в этом смысле система сильнее своего контролера. Лев Маркович, у нас остается буквально три минуты. И есть один еще очень важный вопрос. Может быть, вы сможете на него ответить. В это воскресенье в Республике Беларусь состоятся выборы. Как бы вы оценили взаимоотношения на сегодняшний день России и Беларуси в связи с тем, что в Беларуси арестованы 33 человека? Вот, чисто с вашей точки зрения. И может быть, маленький прогноз, на ваш взгляд, что может быть в Беларуси, какие результаты, и что может быть 10 августа. И вы это все хотите услышать за три минуты. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Я постараюсь уложиться. Первое. Отношения России и Беларуси переживают период очень острой ревности. Путин завидует Лукашенко с точки зрения свободы политических действий. Путин намного более ограничен, чем Лукашенко. При этом они зеркали друг друга. Это политические, однояйцевые близнецы. И совершенно очевидно, что для Путина далеко не все равно, что будет с Лукашенко. Он заинтересован в сохранении его власти, потому что психологически крах Лукашенко привлекает дальнейший политический крах Путина. Путин никогда не будет добиваться свержения Лукашенко вот теми способами, которые ему часто приписывают. Он будет стремиться ставить Беларусь под контроль, но там есть объективные сложности, заключенные именно в категорическом нежелании Лукашенко пускать внутрь своей политической системы других людей. Имеется в виду других внешних политиков, которые способны были бы влиять на политическую ситуацию в Беларуси. Обратите внимание, это то же самое, что и Путин в России. Они абсолютно одинаково действуют. Что касается конкретных событий с арестом 33 сотрудников, или как их назвать иначе военнослужащих ЧВК Вагнер и, кроме того, якобы на территории как раз Псковской области под Невелем и Псковым по обвинениям со стороны КГБ Беларуси и других спецслужб. Готовились сотни боевиков, мы их здесь не видели, но, конечно, они могут готовиться так, что никто не увидит. Я считаю, что эта акция, которая проведена по согласованию с Лукашенко, его абсолютно картонная реакция, которая не приносит этим людям никаких ущербов, я уверяю вас, что они сейчас находятся в безопасности в Беларуси, это часть сборки белорусского общества консолидации вокруг Лукашенко. Это синдром осажденной крепости. Никакие ЧВК Вагнера не могли появиться без ведома белорусских властей, лично Лукашенко и Комитета государственной безопасности Беларусь. Лукашенко в отчаянном положении, 26 лет, уже больше 26 лет у власти, он действительно, действительно утратил значительную часть, большую часть в его общественном влиянии, и сейчас любой, любой его политический конкурент на свободных выборах в Республике Беларусь мог бы одержать победу. Это реально так. Может быть, не в первом туре, а во втором. Но проблема заключается в том, и объективная ситуация в том, что никаких свободных выборов 9 августа и сейчас уже с 4 августа идет досрочное голосование, оно, конечно, не идет, как в России, пока что на пеньках и в капотах автомобилей, но уровень фальсификации голосования в Беларуси на порядок, на порядок выше, чем в России. Поэтому мой прогноз заключается в том, что ставка Лукашенко будет сделана именно на фальсификацию голосования. 5 лет назад голосование за Лукашенко в отдельных муниципалитетах достигало 98,5%, при том, что уже тогда ненависть к нему значительного количества людей было заметно. Я предполагаю, что в том случае, если буквально вот завтра, послезавтра, он получит объективные, но вряд ли он это получит, доказательства того, что он не сможет выиграть никак, он просто отменит выборы. Он просто введет военные положения и тогда станет понятно, почему туда поехали бойцы Вагнера. Тогда все станет на свои места. Я думаю, что они там для этого и оказали, чтобы в случае чего оправдать отмену выборов и введения прямого военного управления. Тогда выборы отменяются, свобода слова, какая она есть, отменяется, все общество закрывается полностью. Но это будет поражением Лукашенко. Отказ от электоральной процедуры это полный крах. Нет никаких прогнозов на 9 число, вот реально нет прогнозов. Большой вопрос, что будет 10 числа. Виктор Маркович, мы, к сожалению, я прошу прощения, мы должны закругляться. Огромное вам спасибо, извините, что так получилось, но мы надеемся на еще одну встречу, если это будет возможно. Мы вас подбеспокоим. Спасибо вам большое. Беспокойте. Спасибо вам, что у вас была возможность такая. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.